Нужно надеть маску, ну и естественные перчатки, потому что не касаюсь ни ручек, ничего. Это самое минимальное, что я могу, как я могу себя чем обезопасить. Последний год Галина Ивановна боится переступить порог своей собственной квартиры. В коммуналке несколько лет проживала вместе с соседом. На двоих делили общий коридор и туалет, а прошлым летом узнала, что у мужчины открытая форма туберкулеза. Об этом жителям подъезда сообщили врачи в записке, оставленной в двери. Людей пригласили на медицинское обследование, поскольку данное заболевание передается воздушно-капельным путем. Врач объяснила, что у нас очаг туберкулеза. Сосед, с которым я проживаю в коммунальной квартире, болен в открытой форме туберкулезом. Но для этого нам предложили пройти обследование, флюорографию, манту делали. Женщина оказалась здорова, но из страха заразиться с тех пор в квартиру не заходит. Проживает у родных. От юристов узнала, что по закону, если болезнь соседа опасна, то коммуналку обязаны расселить. Еще прошлым летом Галина Ивановна написала заявление в городминистрацию. Но вопрос до сих пор не решен. Чиновник нам пояснил, что женщина сама виновата. Она просит переселения для себя, а нужно просить переселить соседа. В городе есть льготная очередь на жилье для больных с опасной формой туберкулеза. Во всем Лакинске их двое. Квартиры для них уже готовятся. На улице Мира 102 дом. Там будут готовиться четыре квартиры. Мы сейчас как раз проект делаем, согласуем ее, экспертизу проходим. И как только там будет готов ремонт, у нас там будет четыре квартиры. Вот, пожалуйста, две из них можно будет переселить этих больных. Ну, я думаю, что к Новому году мы ключи от квартиры этим товарищам уже дадим и изолируем. А пока Галине Ивановне и дальше придется мыкаться по чужим углам. Опасность совместного проживания с такими соседями подтверждают и врачи. Но только в том случае, если больной не проходит необходимое лечение, либо не выдерживает сроки лечения и ведет асоциальный образ жизни. То есть они не достигают еще той фазы, когда они становятся уже не бациллярные, не опасные. В таком случае при продолжающемся бактерии выделения, то есть так называемая открытая форма, они продолжают оставаться заразными, тем более если они уклоняются от лечения. В таком случае медики советуют тем, кто проживает рядом с больными, наблюдаться у врача-автезиатра, обязательно ежегодно проходить обследование. Также люди здоровые, но находящиеся в группе риска могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение.